здравствуйте на предыдущих уроках вы познакомились с особенностями строения органов растений сегодня мы продолжим изучение живых организмов и выясним какие органы и системы органов есть у животных вначале давайте вспомним что называется органом орган часть тела выполняющая определенную функцию каждый орган имеет определенное строение форму и расположение в организме органы растений это корень стебель лист цветок и плод название органов животных вам тоже хорошо известны сердце легкий желудок знакомые слова не так ли давайте подробнее познакомимся с их строением жизнедеятельность многоклеточного организма как растительного так и животного обеспечивается слаженной работой многих органов выполняющих определенные функции одни органы обеспечивают опору тела его движения другие отвечают за поступление питательных веществ и кислорода третьи защищают внутренние органы организма четвертые отвечают за удаление из организма вредных веществ органы объединенные общей работой образуют систему органов внутри организма имеются особое пространство полости органы расположенные в полости тела называются внутренними давайте рассмотрим какие системы органов работают в организме животного пищеварительной системе происходит переваривание пищи и всасывание питательных веществ в кровь давайте посмотрим на хорошо известного нам дождевого червя сквозь полупрозрачные покровы его тела хорошо видны отделы пищеварительной системы это рот глотка пищевод зоб желудок кишечник и анальные отверстия последовательно переходя по отделам пищеварительной системы пища потерпевает поэтапные изменения захваченный червем кусочек листа через глотку и пищевод поступает в зоб где увлажняется затем в мускулистом желудке он основательно перетирается превращаясь в кашицеобразную массу переваривание и всасывание питательных веществ происходит в кишечнике здесь сложные вещества пищи превращаются в простые растворимые вещества которые затем всасываются стенками кишечника и поступают в кровь непереваренные остатки пищи удаляются наружу через анальные отверстия кровеносная система обеспечивает все органы животного питательными веществами и выносит из них вредные и ненужные вещества у многих животных кровеносная система участвует в переносе газов таких как кислород и углекислый газ например у рыб кровеносная система состоит из двухкамерного сердца и сосудов сокращаясь сердце проталкивает кровь по сосудам в процессе движения она поступает в жабры где отдает углекислый газ и обогащается кислородом который затем разносит по всему организму система органов дыхания обеспечивает газообмен в организме то есть поступление кислорода и удаление углекислого газа строение дыхательной системы у разных животных различно так например у насекомых эта система тонких трубочек трахей у рыб это жабры а у млекопитающих легкие выделительная система удаляет из организма вредные вещества продукты его жизнедеятельности у раков эту функцию выполняет пара зеленых желез расположенных в передней части головогруди а у насекомых особые выделительные трубочки один конец которых открывается в кишечник а другой слепо оканчивается в полости тела у рыб и других позвоночных органов выделения почки в состав выделительной системы позвоночных входят также два мочеточника мочевой пузырь и мочеиспускательный канал опорно-двигательная система позвоночных животных состоит из скелета и прикрепленных к нему мышц скелет придает телу форму служит ему опорой а также защищает внутренние органы от повреждений а мышцы позволяют организмом активно двигаться все части живого организма клетки ткани органы системы органов работают согласованно как единое целое такая согласованность обеспечивается благодаря наличию в организме нервной системы основы нервной системы составляют нервные клетки нейроны они обеспечивают функции восприятия обработки передачи и хранения информации нервная клетка состоит из тела отростков и чувствительных окончаний нервные системы животных различны например у гидры нервная система представляет собой множество разбросанных по телу нервных клеток у дождевого червя нервная система образована над глоточным нервным узлом под глоточным нервным узлом и отходящий от них брюшной нервной цепочки самая сложная нервная система у позвоночных животных она образована головным мозгом спинным мозгом и многочисленными нервами регуляции деятельности организма принимают участие особые химические вещества гормоны которые вырабатываются специальными железами образующими эндокринный аппарат гормоны разносятся по организму кровью а их выделение контролируется нервной системой система органов размножения или половая система обеспечивает воспроизведение организмом себе подобных основной частью этой системы являются половые железы яичники и семенники в которых происходит выработка половых клеток и так на сегодняшнем уроке мы с вами узнали что группу связанных между собой органов объединенных общей работой называют системой органов различают нервную опорно-двигательную пищеварительную кровеносную дыхательную выделительную и половую системы а также эндокринный аппарат а в качестве домашнего задания я предлагаю вам составить и заполнить в тетради таблицу системы органов животных и их функции опорно-двигательная выводки цена будет